Итак, добрый вечер. Елизавета, да? Можно Лиза? Да, да. Очень приятно, Лиза. Сколько вам лет, Лиза? Сайка вспомни. Завтра 43. 43 года. Где вы живёте? В Англии. В Англии. Давно? Сейчас. На постоянку с декабря 2006. 2006 года. Хорошо. Можно ещё уточнить ваше семейное положение? Разведена. Разведена. Был один брак? Пока да. Без нет. Дети есть. Один, двое, сколько? Двое. Ну и так, с чем вы ко мне обратились? Что больше всего волнует? Что больше всего волнует? Сейчас. Даже тяжело сказать, что больше всего волнует. Много чего волнует, наверное, нас в этой жизни. Хорошо. Что про Кизни? Особенно живущих за границей. Я не всё слышу, если совсем честно. То есть, где-то, ну, конец обрывается. Вас не слышу. Ну, плохо слышно в смысле, связь плохая или тихо? Нет, обрывается концовка. Вот сейчас было хорошо. Хорошо. Я буду говорить помедленнее. Возможно, интернет такой. Так что вы хотите изменить с помощью психолога, с моей помощью? Хочу, наверное, найти как-то себя. Я уже давно так себя ищу. Уже задолбалась чуть-чуть себя искать. В каком плане вы себя потеряли? Ну, в жизненном, в профессиональном. А кто вы по профессии? Кто я по профессии? Я всё и никто. Хорошо, тогда давайте разберём. Образование есть у вас? Я сейчас опять учусь. Да, у меня много образований. Но дело в том, что я ничего такого не сделаю. То есть, я как бы как села вот с детьми была. То есть, я работала, но как бы я работала на тех работах, которые были рядом и были как бы в то время, когда мне нужна была работа. А я хочу делать что-то такое, что я хочу делать. Хорошо, понимаете, чтобы заниматься каким-то любимым делом и успешным делом, нужно что-то для этого иметь. Вот что вы для этого уже имеете? Какая у вас есть основа? То есть, вот у вас есть какой-то багаж, багаж, допустим, знаний. Какое у вас есть образование? Какие у вас образования? Ведь, чтобы что-то делать, нужно что-то уметь и что-то уже иметь какие-то инструменты. То есть, ваше образование – это практически ваши навыки, ваши инструменты, которые, возможно, их можно будет использовать в чем-то вместе объединить. Да, знаний много. Например? Окей, в этом первое у меня было экономическое, это еще с Украины, это уже было давно, ладно, ну, там, наверное, экспай давно. Но, тем не менее, я не говорю о дипломах, я говорю о знаниях. Они же не могут экспайить, они все равно есть. Образование – это, прежде всего, навык мозга, навык мозга работать, допустим, в экономической сфере, экономическое образование дает. Даже приехав в другую страну, вы уже понимаете, да, там, может быть, принципиально другие законы, да, но вы понимаете, как они работают, вы понимаете, что конкретно, где вам нужно узнать, сразу определить разницу с тем, что вы уже знали, а что у вас не так, а что у вас новое. То есть, вы хотели, хотя бы вы будете понимать, в чем рыть. То есть, вы знаете основу экономики, все равно, как она работает. Если вы действительно учились, а не просто диплом получали. Нет, я училась. Ну, значит, знания... Я его точно не покупала. Значит, знания по-любому вы получили, если поделены занятия и занимали. Наверное, да, да, я работала еще по логистике. Ну, тем более, да. Короче, мне кажется, даже как-то не в знаниях, а мне кажется, что это какое-то там психологическое, да, вот как бы ты идешь, идешь, и кажется, что ты идешь по кругу, и идешь в никуда, и вот как... и выхода ты не можешь найти с этого замкнутого круга, ну, такое вот ощущение. Ну, смотрите, если у вас есть экономическое понимание жизни, да, как она экономически состоит, финансовые сферы и так далее, то вы уже не слепой котенок, вы уже понимаете, где крутятся деньги, вы понимаете уже законы товара-денежных отношений, это вы уже в курсе в этом, правильно? То есть, эти навыки по-любому могут пригодиться, где бы вы ни были. Вам уже не с нуля нужно начинать, знания уже есть. Да, да, да. То есть, уже не слепой котенок, который ходит по кругу. Еще что вы знаете, какое у вас еще образование? Еще есть психология. Я заканчивала, ну, такую частную школу психологии, я это делала онлайн, это было после развода, то есть я занималась, ну, и сейчас занимаюсь, мне очень нравится психология и саморазвитие, ну, я поэтому на вас-то как бы подсела, то есть я там считаю, что вы пишете. Спасибо. Мне интересно. Хорошо, вот смотрите, вот уже связь, да? Мало того, что вы понимаете экономически, как построен мир, что есть законы денежные, денежно-товарные законы, да, как это работает, по крайней мере, вы знаете, какими путями они ходят, откуда берутся, за что, где, что, что платят. Плюс, имея какие-то психологические основы, да, понимание психологически, как устроен мир, как работает человек, осталось только научиться применять эти два знания к себе, то есть психологически познать свою натуру, какая я, что я люблю, какой же мой характер, что мне нравится делать целыми днями, что мне не нравится, что я должна исключить из своей жизни, что я должна найти, что меня радует, в чем я могу раскрыться, да, и экономически уже посмотреть, насколько это выгодно, в какой нише экономического пространства это может быть приемлемо, мои навыки, мои вот эти мечты, где они могут организоваться. То есть эти два навыка мы уже сможем комбинировать. Хорошо, есть что-то еще? Да, я еще учу права, я еще студент. То есть юридическое получаете, да, образование? Отлично, то есть вы еще и понимаете... А теперь вопрос, вопрос из-за этого всего. Почему, когда столько много навыков, ты как-то по жизни остаешься в одном месте, очень хорошем? Вопросы задаю я. Где-то что-то... Лиза, вопросы задаю я. Вот давайте на первый вопрос. Вы для чего получали все вот эти два образования и третье? Посмотрите, очень хорошая подборка, идеальная. Вы знаете, если взять любого президента, любого руководителя, огромного предприятия или даже целой индустрии, у них у всех есть экономическое, психологическое и юридическое. Ну, у них, в их вузах, как правило, есть факультет психологии, или они получают все равно несколько часов. То есть идет дополнительное знание психологии, они обязательно это изучают, потому что им работать с людьми, и они обязательно должны пройти этот курс. То есть у них вот эти три, то, что вы перечислили, и у них у всех эти базовые образования. Получали они для того, чтобы достичь своей цели. Вот вы с какой целью получали эти три образования? И продолжаете получать эти три? Ну, я хочу, наверное, подсознательно, очень хочу самореализации. А в какой сфере? Какая сфера вас привлекает? Ну, давайте начнем с индустрии, да? Вот существуют какие индустрии существуют? Сейчас мне нравится, ну, вот право психологии, я не могу как бы определиться, но психологии у меня нету, как бы диплома в этой стране. Лиза, Лиза, смотрите, вы не слышите мой вопрос. Старайтесь услышать смысл тех вопросов, которые я задаю. Посмотрите, тот же юрист, да, и экономист, и психолог, они могут работать в любых сферах. Экономисты есть в госпитале, в торговле, в строительстве, в кораблестроительстве, в машиностроении, в железных дорогах, в автомобильной индустрии. Куда бы вы ни сунули, везде есть экономисты, психологи, и уж тем более юристы. В каждой фирме, неважно какого направления. А я задала вопрос. Вас какая индустрия вообще привлекает? В какой отрасли жизни, в какой сфере жизни вам интересно узнавать, о чем больше всего вы читаете, какие посты вас больше всего заинтересуют? То есть та индустрия, в которой вы не устаете от новостей, вам все интересно, что там у них происходит, их новости. Вот за какой индустрией вы больше всего наблюдаете? Может, это животные, может, это образование, может быть, это медицина, может быть, это ракетостроение. Мне нравится образование, образование, туризм и онлайн-маркетинг. Вот. А что вы подразумеваете под онлайн-маркетинг? Ну, я сейчас там сижу, как бы сама такое там делаю. Вот, например, продвижение в соцсетях или образовательные проекты, как сама вы делаете. Продвижение чего в соцсетях? Ну, бизнесом, например, там, ну, я бы продвигала там что-то, какой-то туризм или психологию, мне это близко, да, то есть я там училась по туризму, тоже в Норвегии была, я делала мастерскую, то есть мне нравится такое. Скажите, пожалуйста, какой у вас дети нравится? Подождите, маркетинг в сетях я пишу, маркетинг в сетях. Скажите, какая у вас была вот последняя занятость, должность, ну, или там работа? Чем она была? У меня, да, в связи с тем, что работала я, ну, как я уже сказала, да, то есть я искала работу, которая близко, чтобы детей надо было смотреть за детьми. И последняя у меня, я работала с контрактами. С контрактами в смысле? Называется Contract Migration Analyst. Это я переносила с одной базы данных контрактов в другую, то есть их нужно было вычитывать, сортировать и всякое такое. Это такая была скучная работа, но это была как часть моей, ну, я ее рассчитывала как часть практики юридической, скажем так, потому что этот, как бы, в отдел был юридический. То есть в ваши обязанности сходило просто их рассортировать? Ну, найти, прочитать, рассортировать, да. То есть вы не занимались заключением? С тем контрактом вы не продвигали какую-то фирму, чтобы заключить? Нет, вы только сортировали и занимались. это была, да, это такая была basic job, да. Понятно. Ну, туда надо было тоже, как бы, какое-то там образование, да, то есть они мне взяли, потому что я была lost student. хорошо, взяли как на практику, да. Понятно. То есть там продвигать ничего не нужно было, кроме себя, может быть, для того, чтобы сделать какую-то карьеру? Нет, нет, это было, ну, это как прочит был, это временная работа, я шла на временную работу, то есть я как бы училась, мне нужно было время, чтобы учиться тоже, поэтому я, ну, ну, таки, чтобы продвигать что-то, это маркетинг, это маркетинг-департмент, они набирают, если это компания, она берет тебя, или ты сам на себя работаешь и находишь клиентов, ну, как бы, сам себя, ну, мне как-то, у меня нету self-confidence, чтобы искать клиентов, только как-то, не пробовала таким заниматься. Вот смотрите, вы мне назвали три направления, да, образование и туризм, в которых, ну, третье маркетинг, который, третий маркетинг, этот вы можете использовать в любой из первых двух, правильно, если вы будете работать в переобразовании и туризме, и просто навыки или свою любовь к маркетинг вы можете привлечь и задействовать. Так вот, в каком плане вас привлекает образование? Давайте разберемся. Я люблю учиться, я постоянно учусь, я учусь всю жизнь, да, и сейчас учусь, я никогда не прекращаю учиться, я не учусь в каком-то заведении, я учусь сама, или я учусь в заведении, и я учусь сама, самообразование в нем. Вот смотрите, вы сейчас ответили мне на вопрос, как потребитель. То есть, получается, что вы все эти вопросы, все эти ответы мне даете, как потребитель. Что мне нравится? Мне нравится образование. В каком плане? Я хочу учиться, мне нравится учиться. Потребитель образования вы, понимаете? Окей, хорошо. А найти вы себя хотите, как студент, чему бы у меня еще поучиться? Образование мне нравится. Я создавала какие-то образовательные проекты, мне нравится тоже такое делать. Ну, я уже как бы накопила какой-то... Образовательный проект. Ну, например, образовательный курс какой-то, да, запускать. Я бы таким занялась. То есть, я уже... А кто его ведет, этот курс? Научилась. Кто его вел, этот курс? Вы организовывали уже, или вы мечтаете об этом? Нет, я мечтаю. То есть, практически в образовании вы видите только пока себя, как учиться, да, но максимум я организую еще таких же, как я, кто хочет учиться, и мы все вместе туда приходим. Да, или я могу там провести там какой-то курс по какому-то предмету, ну, например, по тому же английскому, или по психологии, взять какую-то там узконаправленную тематику. То есть, организовать, чтобы кто-то преподавал, или вы сами собрались преподавать? Ну, я такое, я могу сама преподавать. Кто именно вы можете дать людям? Ну, то, что будет востребовано. Ну, я не знаю, если честно, что востребовано. То есть, я как бы... Мы не даем то, что востребовано, а мы можем дать только то, что мы имеем. И если оно востребовано, то наши интересы совпадают, и мы тогда это даем. Не может человек дать. Мало ли кому что требуется. Одному золото, другому здоровье, третьему еще что-то. Но если у меня этого нет, если у меня этих знаний нет, я сама этим не владею, а если у меня есть знания, то я владею, а если я не владею, значит, у меня и знания этих нет. Если бы они у меня были, эти знания, я бы их применила прежде всего к себе, чтобы быть счастливой. Хорошо. Ну, блин, я сейчас не могу как бы так ответить, да, но, например, конкретно там... То есть я учила психологию, я могу дать что-то из психологии, да. Я учила там туризм, могу дать что-то из туризма. Лиза, сразу же вопрос в лоб. Я учила психологию, могу дать что-то из психологии. Что из этой психологии, что вы изучали, вы применили для себя на практике? Я много чем применила, но это уже было как бы года назад. Поделитесь со мной, что вы применили для себя и какой пользы из этого извлекли, из этих знаний. Ну, скажем так, это курс, который меня вытащил в то время, когда я была в тотальной депрессии, я вышла из депрессии, благодаря... Благодаря тому, что изучала психологию. Ну, я не только изучала, то есть у меня были и сессии, конечно, да, то есть практически... То есть это вас преподаватели вытащили из депрессии? Ну, да, частично, да, это преподаватели. Правильно. Это благодаря тому, что вы пошли туда учиться, вас преподаватели, объясняя вам психологию, на вашем личном примере, они вытащили вас из депрессии. Это их доступа. А вы потом как применили эти знания? То, что вы там услышали, то, что вы прошли на практике на себе, что вы поняли, что это работает, потому что получили результат? Как вы смогли? Я применила, то есть, ну, я поменяла свою жизнь. То есть там, где я сидела, где я была в то время и находилась, мягко говоря, у разбитого крыта, я двинула, то есть я приняла решение, то есть я переехала, привезла дом, поменяла детям школы, вышла на работу, потом опять переехала в другое место, да, то есть у меня пошел какой-то движняк в жизни. Ну, мне кажется, он даже дальше уже тоже идет, то есть у меня уже нет такого ступора, но бывает иногда такое, что ты видишь, думаешь, когда же это все закончится, там как-то ты идешь по кругу, то есть, ну, не всегда... Ну, вот, с точки зрения психологии, которую вы изучали, как вы думаете, что нужно для этого сделать, чтобы все изменилось, когда это закончится? Когда это закончится, это значит, когда начнется что-то новое в моей жизни. От кого это зависит, чтобы началось что-то новое в вашей жизни? Для начала надо посмотреть под другим ракурсом на это все дело... На что посмотреть? На что посмотреть? На проблему, если она есть. Какая у вас проблема? Вот это, блин, каждому... Это сапожник без сапог, да? Каждому психологу нужен психолог. Ну, не каждому, мне не нужен. Ну, здорово, он мне нужен. Так. Я хочу... Ну, я всегда хотела, да? То есть, как-то я чувствовала себя, что у меня зажатые руки и ноги, да? То есть, как я одна с детьми, и мне тяжело было делать то, что я всегда хотела, да? То есть, то, что я всегда хотела, я как-то я не делала... Секундочку, что я хотела? Вот сразу-сразу давайте. А что вам не дали дети делать? Что вы хотели? Ну, не было моей полной самореализации, да? Что вы хотели такого сделать и не смогли? Что? Я хотела работать в Лондоне, где-то, не знаю, в Сити. А я живу в деревне, как бы не до Лондона, в Телес. То есть, я хотела жить в Лондоне. Дальше. А чем заниматься? Чтобы жить в Лондоне, надо по какой-то причине жить, не просто же переехала и села на пособие. А по какой причине? Хотя миллионы людей живут в Лондоне, просто и в Сити в том числе, просто сидя на пособие. Цель-то в чем? Если просто переехать... Нет, это у Лондона летает, я не хочу это делать. Ну, значит, не в этом проблема, не просто переехать. Нет. Ну, уточняйте. Нет, я не хочу переехать в Лондон даже. Я хочу работать в Лондоне, я хочу работать в Сити, в большой корпорации. Кем? Я всегда работала в больших компаниях и сейчас хочу. И хочу что-то такое... А вот кем? Я уже не знаю. В том, где пригожусь. Но хочу, чтобы мне работа... Уборщица, что ли? Приносила удовольствие. Уборщица всегда везде нужна. Нет, уборщица не хочу работать, спасибо. Значит, не говорите, где пригодилась. Это от вас, от того, что у вас состояние зависит? Нет, где бы вы мои скиллс пригодились, правильно? Ага, а какие у вас скиллс? Ну, весь мой опыт, все мои образования. Образование – это не скиллс. Образование – это информация, которая у вас есть, навык. А скиллс – это уже опыт практический. Так в чем он у вас есть? Ну, у меня есть опыт в логистике. Вас не спросят просто образование, а делать вы что умеете? Кем вы работали? Окей, я работала логистика. Логистика и с контрактами, с клиентами я работала, поставками занималась. Ну, то есть, где эти скиллс могут пригодиться? Где можно найти такую работу? Обобщайте, думайте, где, в каких профессиях, где, на каком месте, на какой должности эти скиллс могут пригодиться? Ну, это сейлс, что-то, что-то релайтед сейлс. Там, то есть, там, где есть продажи, там, где есть поставки. Ага. У вас есть навык рекрутирования, потому что продажи – это работа с клиентом, это живая речь. Это нужно быть убедительной, нужно убедить человека, что этот товар ему нужен. У вас именно в этом есть скилл и навык? Сейлс у меня не был прямой. То есть, сейлс у меня всегда был косвенный, да. Работала с сайлс-менеджером, который есть. Ну, или, когда люди новые звонили, то есть, я им рассказывала. Но если я знала информацию... Ну, когда я работала, я знала информацию о продуктах, да. То есть, у нас был тренинг, ты знаешь информацию о продуктах. Я работала в агрохимических компаниях когда-то. Но я не знаю, я не хочу работать с агрохимией, не хочу работать с техническими какими-то, вот я там, насосы, какие-то там газовые трубы. Не хочу такого. Хочу что-то... А что хочу? В гостинице и туризм. Ну, так можно пойти в гостиницу или в туризм и начать искать работу в Лондоне. Почему нет? Подарить CV свою. У вас есть CV, вы уже составляли? Да. Что-то теперь я вас не слышу. Алло, Лиза, у нас связь пропала. Да, теперь слышно. Да, слышно. Это мне звонили, я не могла... Пропадает это. Сейчас, прошу прощения. Да, на чем мы остановились? Да, на гостиницах и на туризме, да. Когда я узнавала про работу в гостинице, ну, там, где мои бывшие однокурсники работали, то есть это был Хилтон, работа была не на месте, то есть нужно было постоянно ездить, летать, и даже не меняя там страну, а меняя континент. Я такую работу исполнять, конечно, не могла. Это работа в гостинице? Ну, хорошо. Вы узнавали у своих друзей только. А вы составляли уже CV, рассылали те организации, которые устраивают в гостинице? Как искать работу? Вы понимаете вообще, как искать работу, когда ты можешь предложить? У тебя есть какой-то навык, у тебя есть образование. Как нужно искать работу? Расскажите мне. Как вы собираетесь искать работу? Вот вы сейчас сказали, что, в принципе, я бы хотела работать в туризме или в гостиничном бизнесе. Ну, как там нужно искать работу? Расскажите. Как вот вообще в Англии люди... Надо еще выходить. Совершенно верно. Наверное, мастер Google у нас, который все знает, начать оттуда. Как найти работу в гостинице? Престижный гостиник. На каких сайтах вывешиваются вакансии? Ведь все они, есть специальные сайты, на которых вывешены миллионы вакансий. Куда отправлять в CV, если я хочу получить какую-то, такую-то работу с такими-то, с такими-то навыками. Вы это сделали хотя бы раз? Ну, я делала, но не в Лондоне. То есть я искала только то, что у меня было рядом. Искали потом по друзьям, да? Спрашивали у друзей. У вас там нет никакой работы? Нет, по друзьям я не искала, если совсем честно. Мне только как бы говорили мои бывшие донкурсники, которые в Хилтоне работали. Ну, это то же самое. Это друзья говорили, да. Это не называется, что я искала работу, как все профессионалы через... То есть они же тоже видят, как вы к ним приходите. Ну, все работы более-менее, которые, ну, такие нормальные, то есть они все required travel. То есть там нужно куда-то летать. А я летать не могу. А что значит нормальная работа в гостинице для вас? Вот с чего бы вы начали работать в гостинице, как вы думаете? Вот вы не имея навыка работе в гостинице, имея образование, образование, но не имея практики работы в гостинице и вообще навыков практических, только желание. Как вы думаете, на какую должность вас могут сразу взять и на что бы вы согласились? Сейчас я, честно говоря, не знаю, понятия не имею. То есть я не интересовалась этим вопросом. Ну, когда раньше я делала свой, потому что я делала мастер в этом, в Норвегии, да, я здесь была exchange student один год в Оксфорде, то тогда после мастера они предлагали, как называется, general manager training program. Нужно было два года, по-моему, два года или 18 месяцев. Это была программа, которую они тебя обучали, а потом ты идешь как бы general manager в the hotel. И тогда открылся, по-моему, Radisson в Киеве, то есть они хотели меня послать в Киев. Но тогда у меня планы были другие, поменялись. То есть я вышла замуж и мой бывший муж уже тогда сказал, что никто никуда не ездит, чешим в Англию. Вот мы причесали. Ну, хорошо. А с тех пор вы больше не искали в этой индустрии работу? Нет. Это было в 2007 году. Сейчас я как бы не знаю, что мне делать. То есть или это вообще образование нужное, или уже не нужное, и что мне с ним делать, тоже не знаю. Ну так, а вы сейчас вот говорите, я бы работала в гостинице. То есть это просто лишь вы поговорите, или это действительно ваше решение, ваше желание истинное? Нет, я бы хотела, я бы хотела работать. Вообще в идеале я уже придумала, что я хочу делать. Но для этого мне нужно закончить эту моду игры. То есть я хочу заниматься вот этим менеджерс и аквизишнс в гостинице, когда там одна компания покупает другую, там это все, это коммерческое право. Вот это мне нравится. Хотя навыков, как бы, цифры я не люблю. Хотите стать менеджером чего еще раз, можно повторить? Что за обязанности? Это менеджерс и аквизишнс, это когда компания объединяется, то есть одна компания покупает другую компанию, поглощение идет. Вот, там идет продажа, покупка компаний. И в гостиничном бизнесе довольно часто, там один бренд покупает, там маленький, маленький гостинице. Это понятно, но этим занимаются уже акулы, воротилы этого бизнеса, а не навески. Вы бы сейчас мне еще сказали, что я хочу стать министром Великобритании. Или я хочу стать... Министром тоже хочу стать. Ну, так вы хотите быть манивом, полежать и помечтать, или вы хотите реально выйти на работу и делать свою карьеру, начиная с какой-то реальной должности? Вы реально какую должность сейчас потянуть можете? Ведь это же не только вот взяли вас на это место и все, и через две недели выгнали, потому что вы не знаете на ней, что делать. Вам же нужно реально понимать, что... Я не знаю, на какую должность возьмут. А с чем вы можете справиться сейчас? Что вы можете делать? Чтоб вы пришли и как-либо в воде вы начали там работать. Ну, если не было у меня никакого опыта, то я не могу в гостинице... У меня была практика в гостинице, да, но у меня не было работы в гостинице, я не работала. То есть после того, как я закончила это все дело, у меня родилась дочка и... Ну, все. Это понятно. Но вы встаете на место работодателя, да? Вот вы работодатель, да? Вы хозяин. Для вас... Вы почему возьмете человека на работу? Потому что у него дочка, сыночек, ему кушать не на что, и потому что жалко женщине, у нее есть образование, но она ничего делать не умеет? Вы поэтому возьмете на работу человека? Или потому что вам нужен специалист, который справится с определенной работой, закроет эту дырку, и чтобы у вас не болела голова, вы знаете, что он ее прекрасно делает? Вы по каким показателям возьмете? себя на работу человека. Это значит, мне вообще в гостинице не ссоматься, а делать то, что я там делала, логистику и все, да? Почему? Вы же можете с чего-то начать, не все же сразу генералами становятся, правильно? Можно же с лейтенанта начать. Есть какие-то должности в гостинице, с которых вы можете начать, что это не будет вас унижать, что вам кажется, что уже столько образования, и вообще вы умница-красавица, и вдруг вы повыше. Да, нет, 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 нет. Но видите. Нет, полы я мыть не буду, я уже отмыла свои полы. Но я же вам говорю, но есть же еще какие-то... Правильно, то есть хотя бы на тот же ресепшн администратором, для начала, правильно? А потом показать свои навыки, показать навыки ваших черт, чтобы быстро осваиваете информацию, чтобы быстро беретесь в дополнительную работу, которая не по вашей должности, и они замечают, что вы соображаете, и могут взять вас на следующую должность, повысить, правильно? Так обычно происходит? Да. Ну, да. Так вот, реально сейчас... Ну, не всегда так, но... Ну, всегда так. Всегда людей продвигают, именно потому, что он соображает, и они понимают прекрасно, что он перерос в свою должность, ему можно получить гораздо больше, и он больше пользы принесет на другом месте, на более ответственной должности. Ну, мне наоборот, если я посылаю свое CV, мне говорят overqualified. Ну, потому что, если вы идете... Хорошо. Когда вы вот хотите устроиться на гостиницу, и поэтому у вас нигде не берут на работу, да, из-за того, что вы слишком хорошие. А вот смотрите, вот вы хотите устроиться, допустим, вы понимаете, что мне вот можно начать с ресепшн, меня это устроит, я себе чистенько стою там за этим, да, правильно? Ну, что вы на нее взяли? Вам нужно что о себе сказать? Как вы считаете? Что нужно на нее сказать, чтобы вам взяли на эту работу? А? Переделать свое CV для начала. Ну, а что в нем нужно написать? Что сказать? Чтобы вы соответствовали. Чтобы убирать все квалификации. Да, и вот чтобы вы соответствовали. Надо, чтобы я работала раньше на ресепшене. Ну, не обязательно, вы же кем-то уже работали в гостинице, правильно? И у вас есть гостиничное образование, вы там сказали. Ну, у меня только практика была, когда мы учились, то есть у нас практика была. Ну, практика была, да. То есть можно сказать, можно оставить какое? Что там, курсы психологические прошла, это значит, что я могу общаться с людьми, правильно? И плюс был опыт у меня работы в гостинице. Правильно? Да. Но это было 13... Сколько? 2007-й. 13 лет назад. Тем не менее, он у вас был. Да, но они спросят, а ты все это время, 13 лет занималась чем? Вообще не тем. А чем вы занимались все эти 13 лет? Ну, я делала разную работу, то есть я работала... Я делала максин, я делала логистику, я делала переводы, я делала там, маркетингом занималась. Ну, вот что из этого, что из этого можно безнаказанно, что называется, вписать в CV, что они скажут, что это вам на пользу, но не вредит этой профессии, что вам можно доверить ресепшн. Что из этого можно выбрать и сообщить? Ну, переводы, наверное. Конечно, вы знаете два языка, или даже три, это только плюс для ресепшн. Еще что? Логистика, наверное, нет? Маркетинг? Подойдет? Может быть, маркетинг. Можно сказать и маркетинг. То есть вы работали с людьми, вы общались, это только плюс. Вы знаете несколько языков, это плюс. Вы когда-то работали в гостинице, это плюс. Крайней мере, на ресепшн вас уже могут взять. Правильно? А уже будучи на работе, вы вдруг говорите, ну, вообще-то у меня есть уже еще и вот такое образование, и вот такое. Когда они увидят, что вы такая умница и красавица. Можно уже и сказать, что я еще и образована. Я помню, что я хотела как бы тут устраиваться в одноместную гостиницу на ресепшн. Да, я помню, почему я не пошла. Потому что, когда я начала подавать, там было посменно. Ну, как бы я тоже не могла это делать. И с моей логистикой мне тоже пришлось уйти из-за того, что нужно было летать на выставке, я не могла, да. То есть, когда посменно и когда летать, я не могу. Ну, короче, такое. То есть, сейчас вы тоже посменно не можете работать? Ну, нет, не могу сейчас посменно работать. по причине детей? Да. А няне? Я не смогу платить няне, я не смогу платить няне зарплаты ресепшн, да, это как бы даст и спонтастись, не работает такое. То есть, вы для себя поставили сразу крест идти на работу, да? Ну, я смотрю на вещи реально, я понимаю, что я не потянула. То есть, я уже, я такой человек, вот, я иду, как это мне говорили, я вижу цель, преград не вижу. Я всегда такой была. Но здесь я вижу конкретно преграды, то есть, я не могу тебе позволить оставить детей одних, да, там, когда поздно будет. А сколько младшим? Одиннадцать. То есть, младшему ребенку одиннадцать лет, одиннадцать, двенадцать лет вы не можете их оставить, если вы идете на смену, чтобы кто-то иногда их проведал. Кто-то это кто? Ну, вы одна вообще, у вас никого нет? Ну, через дорогу есть соседи, они англичане, да, то есть, они тебе смотреть не будут детей. Да, ни друзей, никого вообще, ни родственников, вообще никого. А друзья будут ездить смотреть моих детей откуда? То есть, чтобы ко мне доехать, надо еще доехать. Хорошо, отец детей где живет? Он живет час езды отсюда, он не будет смотреть. Хорошо, когда у вас началась смена, вы можете отправить к отцу. Такой вариант вы не рассматриваете? У отца есть? У отца есть право следить? Нет, он не будет ответить. Вы сейчас пойдем почему-то на него отвечать. Потому что я его знаю, потому что это уже как бы не первый год длится все, и тут такой геморрой, на месяц наперед надо сообщать для того, чтобы в субботу отправить детей к нему в воскресенье обратно. Это кошмар. Дети уже взрослые, сильно там с ними возиться не нужно. Я думаю, что этот вопрос вы просто сами решать не хотите. Да, их... Нет. Очень удобная позиция. Я не могу работать, у меня дети. Дети уже не маленькие. Да, уже не маленькие. Вам очень удобно. Я жду, что... Скажите, на что вы живете? Лиза, на что вы живете? Стоп, я же работала, да, и я работаю, я как бы я self-employed еще, да, то есть дело не в этом. Мне кажется, что вы достаточно рано сделали выводы, да, не зная вообще всю информацию. То есть вы живете на то, что вы сейчас вот где-то зарабатываете, да, как self-employed, подрабатываете, и вам на это хватает. Поэтому, в принципе, вот такой яркой, острой необходимости что-то менять нет, а вот если бы с неба свалилось что-то такое розовое очень удачное, куда, удачное такое, меня бы позвали соединять к астине, я бы так и быть пошла. Вот такая у вас? Нет, нет, абсолютно нет. Или это действительно острая необходимость, я хочу все поменять, я не хочу так больше. Я хочу, я для этого что-то делаю, но как бы вы делаете выводы, я пытаюсь вас разоснить, чтобы вы мне сказали, как у вас на самом деле. На самом деле я перевозила дом, блин, одна-два раза, да, то есть я для этого уже что-то сделала, я меняла, блин, 10 работ, я уже для этого что-то сделала, я перевела этот дом для того, чтобы я жила через дорогу, чтобы у меня дети три минуты ходили в школу, чтобы это мне дало возможность быть мобайл, да, то есть у меня есть машина, я доезжаю до работы, я специально искала место, где будет станция три минуты от нашей деревни, куда я могу сесть на поле и поехать в Лондон, то есть я уже сделала что-то для этого, мне не пипец как удобно, я не люблю сидеть на бенефитах, я не люблю жить за копейки, и я выживаю как могу, то есть у меня есть работа, у меня есть кредитная карточка, да, когда нет работы, ну и всякое такое, то есть pretty much like everyone else, ну, как большинство, да, вот если ты попадаешь один, в чужую страну, в такую обстановку, где тебя, то есть у тебя есть, конечно, выбор, да, можно нанять там няню, бросить детей, я не знаю, или ау-пер, но у меня нет такой возможности, что дать ей комнату отдельную, у меня была ау-пер, то есть у меня муж остался с нашей бывшей ау-пер, то есть ситуации в жизни бывают разные, и как бы из того, что было, я, по-моему, уже сделала и перепробовала все, что только можно было, но, то есть я сейчас жду до сентября, где конкретно я там, у меня там будут какие-то действия, я буду делать, потому что я уже реально понимаю, что с сентября у меня дети уже будут ходить в школу через дорогу, и у меня уже освобождаются руки и ноги. Ясно, то есть куда-то устраиваться на работу, куда-то устраиваться на работу, вам нужно только одно условие, чтобы это были часы, когда дети в школе, да? Нет, почему? Так они уже сами придутся в школу, они смогут там открыть дверь или там что-то покушать, и меня подождать, да, то есть я уже могу работать нормальный день, и мне не надо там будет бежать, и, то есть у меня они еще ходили в разные школы, это был пол, если бы он идет. Ну так, а в гостинице не то же самое, что пока вы на работе, они сами придут и спокойно зайдут домой. Разве это не то же самое? Да, только это будет как бы с сентября. Сейчас я еще малого вожу. Ну сейчас вас до сентября, завтра никто на работу и не возьмет, вам еще нужно найти места, где берут на работу, составить себе как следует, и так далее, и так далее, поездить еще на десятки собеседований, это как раз в сентябре только может и оформиться. Как будто вот это завтра вы раз и вышли на работу. Вы же реально смотрите на вещи? Ну, меня в принципе в футболку очень быстро берут на работу, у меня как бы нет проблем. Но тем не менее, это нужно все совпасть еще должно. Под лежачий камень вода не течет, она работа сама на голову не слалит. Посмотрите, а вы говорите, что вы self-employed, и вы чем-то уже занимаетесь, да? Может быть, включить вот этот свой маркетинг, навык, и развить это, чтобы оно приносило просто больше дохода, и тогда вам не нужно искать работу? у вас же есть навыки, вы говорите, продаж, и так далее. Да, я как-то это самое, но мне кажется, мне не хватает опыта и уверенности, да, то есть мне нужна какая-то компания, еще какого-то друга, что ли. Вот, такого как-то, ну, сама я не... А можно уж зачем вы занимаетесь? Я что-то не сделала, завтра забыла. А можно... Ну, всем понемножку. И маркетинговое исследование там делала для компаний, и переводы делала, ну, короче. То есть, как фрилансер, да? Типа фрилансера, да? Да, да, да. Кто какую работу подкинет, то и делал. Да, да, да. Ага. Но вы его... Чтобы можно было, да. Вот вы говорите, я могу кого-то разрекламировать, продавать, и так далее. Ваша реклама достаточно раскручена в ваших услугах, которые вы как фрилансер оказываете? Как вы считаете? Сейчас уже нет. Так как я работала столько там последние семь месяцев. То есть, я была контрактник, я работала, то есть, я, ну, своих дел не делала никаких. И мы только переехали, то есть, ну, как бы... Ну, то есть, то есть, это пустая ниша, это незаполненная, да? Да, 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 да. Я как бы не занималась. Потом, как бы, сейчас думаю, тоже возвращаться, заниматься. То есть, лето непонятно что, но мне бы хотелось как-то... Не знаю, мне кажется, я думаю, что подсознательно мне хочется в большую компанию, людей мне хочется. Ну, хорошо, вот смотрите, вот этот ваш бизнес, фрилансера, да, это же та же самая работа, то, что вы делали, вот, для тех, кто вас нанимал кратковременно, это та же самая работа, какую бы вы хотели сделать в большой корпорации, правильно? Вы там хотели бы делать то же самое? Да. Как большая корпорация может увидеть у вас на практике вашу работу, что вы хорошо делаете? И взять вас к себе на работу? В портфолио? Если вы раскрутите себя как фрилансера, как кеды, это же ваша реклама, да, у вас будут отзывы ваших клиентов, так? То есть, как они увидят вас? У вас есть сайт ваших услуг, которые вы оказываете? Как вас находят ваши клиенты? Нет, я не делаю. Вы говорите, что у вас есть навык маркетинга и вы даже готовы были курсы преподавать. Да, потому что я этим не занималась, я не занималась этим так долго и как бы я только этим начала заниматься. И это все началось из-за того, что мне стало интересно после того, как я поработала помощником, ну, маркетолога, то есть я ему помогала из-за того, что у меня был русский язык, а надо было это все делать на русскоязычный рынок, да? Ну, вам это понравилось. Какие-то навыки вы там получили. Это не значит, что вы можете их преподавать, но для себя-то вы извлекли из этого пользу вот эти навыки, то есть вы поняли, что они такие рабочие, да? Да, да, да. Вот основываясь на этих навыках, на этой информации, которую вы получили, будучи вот работая с этим в паре, с маркетологом, вот скажите, как бы вы посоветовали кому-то сейчас, какому-то фрилансеру, раскрутить себя на рынке так, чтобы он стал популярным и таким хорошим специалистом заметным, чтобы потом даже в корпорации могли его заметить. Что бы вы посоветовали человеку, фрилансеру, как себя раскрутить? Что нужно сделать? Ну, раскручивать свой бренд надо. Как? Везде, во всех соцсетях, на ютюбе, рекламу давать, ролики записывать, статьи писать. Это вроде кажется как фан, но там много тяжелая работа. Какая это тяжелая работа? Вы сейчас чем заняты? С вами разговариваю. Вот, вот, то есть у вас время есть этим всем заниматься? Вы же говорите, я бы кого-то бы раскрутила, то есть для кого-то вы готовы это сделать. А вот если кто-то, этот кто-то, это вы, то сразу нет времени, куча детей, куча всего, я не могу, мне нет этой вообще. Да, да, да. Да? Так получается? Ну, да, как-то так получилось. Вот возьмите сейчас листочек, ручку и записите все пошаговые, что бы вы посоветовали. Я вот сейчас, представьте себе, я вас нанимаю меня раскручивать. Что вы для меня будете делать? И сразу список, вот, вот сразу список. Я делаю для Нади то-то, 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 то-то. Составьте этот список и потом подарите этот список себе. И сделайте это для себя. Хорошо. И раскрутите то, чем вы уже занимаетесь, потому что именно этим самым вы хотите заниматься в корпорации. Но корпорация вас возьмет только потому, что вы уже умеете это делать, и они должны убедиться, что вы умеете это делать. На вашем личном примере. Вот смотрите, я это сделала, вот я работаю, вот у меня заказчики, вот у меня их отзывы. Вот мой сайт, вот на нем все есть, что я могу делать, вот образцы, вот все. Вот я сделала, вот отклик довольного клиента. То есть, сделайте свое портфолио, сделайте себя, как специалиста, и тогда, конечно, смело обращайтесь на рынок, найдите сайты, погуглите, найдите, где выставляются вакансии, где ищут таких, как вы. И потом предъявляете им свою CV, говорите, я готова, в принципе, я готова на какую-то зарплату с каким-то графиком работы. Нет, нет, хорошо, я в принципе занята, я самозанята, я фрилансер. Но если, но хотела бы работать у вас, если вот вы к моим условиям подходите, да, и так далее. Но тогда вы можете ставить условия, когда вы уже из себя что-то представляете. А не просто потому, что 13 лет назад я нюхнула того, два года назад чуть-чуть поработала с уркетологом, в принципе у меня там дипломы пылятся, но я не помню, что я там учила. А вообще возьмите меня сразу вот это объединять гостиниц, потому что это круто и мне нравится. Конечно, смешно вам сейчас и мне смешно. Не, не, ну как бы я просто, это, это долгосрочная цель, да, то есть это то, чем бы я там, в конечном итоге хотела бы заниматься, да, то я не получу эту работу, да. Сразу, но это не значит, что про нее нужно забыть, не, нужно стремиться, но начать с того, что я уже имею. я такое не забываю. Ну, но начать сейчас с того, что я уже имею, а что у меня уже есть, как я могу это использовать? Да, я поняла, я поняла. Свои золотые яйца взять разбить и помчаться искать какие-то лебединые, голубины. Когда вот они свои готовые, я уже на них живу, они меня уже кормят, а чужие их бросают. А ну-ка я включу свои навыки маркетолога, дай-ка я это разовью и буду получать на, на пару там, хотя бы там тысяч больше. И я уже встану на ноги, да я, дай-ка я раскручу теперь свое имя, а дай-ка то, а дай-ка сё. А вот теперь я уже, посмотрите, какая, ну-ка, теперь давайте я могу прикидовать еще на что-то. То есть продвигаться нужно иметь цель, да, конечно, но продвигаться-то ступенчато. Да, да, да. И почему бы сразу не улучшить уже ту ступеньку, на которой стоишь? Вы уже на ней стоите. Что же ее ломать? От этого можно только ниже упасть. От нее нужно отталкиваться, для этого ее надо наоборот укрепить, а не ломать. Да, да. Обычно это у вас уже нет. Если что-то меняешь, да. Да, менять нужно хорошо, но апгрейд как-то и раз. Да, да, да. А не просто менять сила на мыло и начинать все с нуля, да? Апгрейд. И когда здесь уже преуспели, то это уже как бы оно становится неважным, его можно и продать кому-то там или отдать. А уже это начинает кормить. А не так, что дай-ка я здесь попробую, как ноги увольняются с хорошей работой и в сетевой маркетинг. Я как за миллионами. Их, сразу в долги, все в нищету и в депрессию. Не надо ничего бросать. Хочешь сетевой маркетинг? Это прекрасная индустрия, тебе там ставят мозги. Ну, это зачем бросать? Развивай параллельно. Поднимайся. Если ты там преуспеешь, да тебе только хвала. Только хвала. А если нет, а вдруг у тебя не получится, а что ж ты свою платформу-то разрушил? Ну, вот как бы так. Да? Согласны? Да. То есть у вас все есть в принципе в руках. Кто-то у вас уже есть. И есть и навык, есть информация, есть готовая работа ваша, есть, которую вы чуть-чуть подзабросите. Да. Помогите себе, включите свое экономическое образование, понимание экономики, как корпорации, где они ищут, что они хотят, что они хотят. Как я могу этому соответствовать? Включите свои психологические знания. Как я соответствую, как я могу себе представить, как я выгляжу, как клиент меня видит, почему он наймет именно меня, как фрилансера. А достаточно ли моя реклама? Как чужого человека смотрите на себя. Как я выгляжу со стороны, купят ли меня? Закажут ли он мне? Почему у меня не у него? Я должна быть лучше его. А где он узнает, что я лучше его? Откуда? Просто по объявлению. Да, я это делаю, звоните мне. Ну ты такая, откуда я знаю, что ты? Может, сайт свой надо? Где-то должно быть, должен быть ваш виртуальный. Да, 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 да. И вас видят, вашу конкурсер. Или хотя бы посадочную страницу сделать. Хотя бы страница на фейсбуке профессиональная. Совершенно верно. То есть, где вы как профессионал? Кто вы как профессионал? Какой вы как профессионал? Какая вы? Это все должно быть наглядным, и оно должно все рабочим. Вот куда надо свой энтузиазм сразу бросить. Оставить себя как единицу. Что-то я вот для кого-то я могу сделать все. Для себя я вообще ничего не делаю. Забудьте, что это вы для себя. Вы это делаете для вот того будущего специалиста, который хочет достигнуться соединять. Вы его поднимаете с нуля. Просто вы по найму, вы прям по найму работаете на вот этого своего фрилансера. Вы как маркетолог работаете на фрилансера, его раскручиваете. И та прибавка идет вам, как зарплата. Стали больше зарабатывать, это ваши честно заработанные как маркетолог. Фрилансер свою работу выполнил, но и вы как маркетолог достойны. Все, это и потратили смело на себя. Это на семью, это на меня я заработала. Стимулируйте себя. Сам на себя работаешь. Как говорят, стань собственным продюсером. Продюсируй сам себя. Станьте собственным менеджером. Станьте собственным маркетологом. Используйте все свои знания, которые у вас есть. Пробуждайте их. И вот прям все сегодня, все сегодня и прям на листочке, вот что бы я сделала. Вот вы вытащите себя, поставьте свою фотографию, где вы самая успешная, самая красивая, в рамочку на стол. Я сейчас для тебя буду делать. И все, что вы для этого человека, представьте, что она вас наняла на работу. Вот да, успешная, красивая, она вас наняла на работу. И вы все пишете по списку, что вы должны для нее сделать. Расписание на деньги, так далее, так далее. Строгий график. То, что вы фрилансер, это не значит, что, ах, когда хочу, тогда не хочу. Да, потом сделай. Нет, себе, пока мы со свой, мы же со свой собственный шеф, пока мы себе график не составим, мы ничего не будем делать. Все должно быть по графику. Сами себя находим клиента, сами себе выставляем график работы, сами себе делаем перерывы, сами себя хваливаем, сами себя ругаем и сами за собой присматриваем. Потому что иначе мы никому не нужны. Наверху мы или на низу, ему ни горячо, ни жарко. Правильно? Ну, да, это точно, да. Ну, согласно, согласно. Поэтому как Мюнхгаузе на себя за волосы и вытягиваем вот этой чуть-чуть, ну, не депрессии, но такого карантина, который всех в лень загнал. Апатии, да. Апатии, совершенно верно. Да, 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 это точно, это точно. Вот, вытаскиваем этот апатий в активную жизнь. Спасибо. И все у вас получится, образование есть, навыки есть, все есть, чуть-чуть подрастерялась. Это все карантин виноват. Вперед. Да, да, да. Все, наше время закончилось. Мне надо еще загрузить видео. Через 10 минут у меня следующий клиент. Все, я желаю удачи. Все будет хорошо. Держу за вас палачки. Вы умничка-красавица. Спасибо. Пока-пока. Пока. Так.